Привет! Игромания на связи! Как всегда, собираемся по вечерам уютной компании, чтобы обсудить все, что происходит в игровой индустрии. В Игромании за это отвечает проект AllIgromaniaNews, я Даша Островская, и внезапно... Морж! Готовься! Сегодня у нас будет много умных и непонятных слов. AMD наконец-то анонсировала свои видеокарты на базе архитектуры RDNA 2. Если кратко, инженеры компании смогли таки догнать конкурентов, вернув ее в высшую лигу. Все модели, даже самая младшая, имеют по 16 гигабайт памяти. По ценам примерный пуритет, и только флагманская модель стоит сразу на 500 долларов дешевле конкурента в лице GeForce RTX 3090. И это стало большим сюрпризом, все думали, что AMD вообще не сможет на равных тягаться самой крутой моделью NVIDIA. Если верить официальным данным, новые RDNA идут наравне. А порой даже обгоняют соперников. Но есть пара подвохов. Во-первых, во всех тестах карты AMD используют функцию авторазгона. У NVIDIA тоже такая есть, но она почему-то выключена. Во-вторых, тесты провели на новейших процессорах Zen 3, которые за счет технологии умного управления памятью дают новым RADON-ам прибавку до 11%. С другими процессорами они работают медленнее. Ну и, наконец, AMD не стала показывать результаты в играх с рейтрейсингом. Похоже, что там все не так уж и радостно. Но, несмотря на всю критику, анонс превзошел самые смелые ожидания. AMD догнала конкурента по скорости и энергоэффективности, а также смогла удивить ценами. Так что спокойная жизнь для NVIDIA теперь точно закончилась. Наконец-то. Потому что появится конкуренция, и это всем пойдет в плюс. Microsoft заявила, что только новые Xbox'ы будут полностью поддерживать все фишки новой архитектуры RDNA 2, которую анонсировала AMD. В том числе и технологию Super Resolution. Это аналог DLSS от NVIDIA. Upscale с помощью машинного обучения. И это очень важная фишка. Новые Xbox'ы так быстрее PS5. А с умным upscale он получит еще большую прибавку без заметной потери качества. Впрочем, не так важно, на чем играть, главное во что. И вот тут у Microsoft пока все не очень хорошо. У их главного эксклюзива, шутера Halo Infinite, новая проблема. Как пишет Bloomberg, команду покинул гейм-директор Крис Ли. То есть проект потерял второго руководителя за два года. Но это если не считать прошлогоднего ухода Мэри Олсен, ведущего продюсера, которая отвечала за создание сюжетной кампании. Короче, бегство начальства — это не к добру. Эксклюзивов ждать еще долго, а во что поиграть прямо сейчас? Появились первые обзоры Watch Dogs Legion. И вот тут хороших новостей мало. Средняя оценка — всего 7,5 баллов. Да, в игре много свободы и куча героев, можно творить полный беспредел, но игровой процесс при этом получился довольно однообразный. Также ругают скучный сюжет и отнюдь неглубоких персонажей. Но тут от Юбисофт никто особых подвигов и не ждал. Сразу было понятно, что это игра-эксперимент, в который разработчики хотят обкатать новый тип геймплея. Увы, похоже, этот эксперимент, как мы и написали в нашей рецензии на сайте, получился не особо удачный. Кстати, если ты пропустил эту самую рецензию, обязательно почитай. Начало битвы консолей нового поколения буквально вот уже. Так какой же актуальный расклад сил. Журналисты Game Informer не стали гадать. Организовали опрос более 8,5 тысяч игроков. Сразу можно было догадаться, что Sony одержит победу. Вопрос, с каким счетом? Оказалось, PlayStation 5 планирует купить примерно в четверо больше людей, чем Xbox Series X. А обе консоли желают приобрести, ну, примерно 25% опрошенных. Также около 60% игроков заявили, что эксклюзивы – это очень важно. И более двух третий считают, что дизайн PS5 гораздо круче, чем у Xbox. Дорогие наши эксперты, как вы считаете, эти данные близки или к реальности? Ну и, конечно, собираем свою актуальную статистику. Что ты в итоге покупаешь? Если ты берешь сразу две консоли, обязательно тоже напиши об этом в комментариях. И все же Microsoft не собирается сдаваться, и время от времени доказывают, ну, какие же они классные. Уверена, ты помнишь, что после анонса Xbox Series X многие сравнили дизайн устройства с холодильником. Так вот, Microsoft не стала возражать, а вместо этого построила три замораживающих охлаждающих устройства в форме консоли. Одно из них можешь выиграть и ты. Для этого достаточно сделать в Твиттере репост сообщения о начале конкурса. Ссылка на него будет в описании ролика. Не благодари. Принять участие в гонке за халявой могут в том числе все жители России, возрастом от 18 лет. А вот граждане других республик бывшего СССР, увы, оказались в пролете. Придется им морозить продукты по старинке, в холодильниках, сделанных в форме... Холодильника. Как, в общем-то, и всем нам. Кроме одного единственного победителя. И еще парочка новостей. Киберфанк Diabloid The Ascent не появится в стартовой линейке нового Иксбокса. Игру отложили на следующий год, зато разработчики пообещали сразу выпустить ее в Game Pass. В список бесплатных игр PS Plus Collection добавили обновленную трилогию о Крэше и Call of Duty Black Ops 3. Они будут доступны для всех подписчиков PS Plus на PlayStation 5. В ноябре же подписчики сервиса получат Bugsnax для PS5, а также Hollow Knight и Средиземье Тени Войны для PS4. Ну а теперь перейдем к сервису Xbox Game Pass. Фил Спенсер признался, что... Некоторые разработчики уверены, мол, Microsoft просто приманивает игроков, чтобы потом задрать цены до небес. Но глава Xbox заверил, что ничего такого они не планируют. Облачно-игровые сервисы добрались и до Nintendo Switch. Вчера вечером на гибридной консоли запустили Control, а позже здесь ожидается и Hitman 3. Китайский экшен Genshin Impact продолжает становиться глобальным хитом. За месяц только на мобильных устройствах игра заработала четверть миллиарда баксов, а CD Projekt внезапно научилась переносить не только свои, но и чужие проекты. Разработчики Path of Exile отложили выход нового дополнения до следующего года, чтобы не мешать киберпанку. Ранее релиз планировался на 11 декабря, но разработчики не хотят, чтобы геймеры испытывали муки выбора, разрываясь между этими двумя играми. Ах, ну какие же заботливые! Вот такие сегодня новости. Спасибо, что посмотрел этот выпуск от начала и до конца, и оставил комментарий, не затрагивающий ведущую. Ну а мы продолжаем вспоминать всех самых крутых злодеев, и сегодня у нас кино. Последние много-много лет для меня самым страшным человеком в кино остается Антон Чигур, и старикам тут не место братьев Коэнов. И никакой Ганнибал Лектор, и никакой Фредди Крюгер даже рядом не стоят и не могут его переплюнуть. Вижу Чигура, и все, можно менять штаны. Поэтому, если ты еще не знаком с этим персонажем, посмотри «Старикам тут не место». И обязательно напиши в комментариях, а кого ты считаешь самым страшным героем, прописанным идеально просто. Все, увидимся уже завтра. Береги себя и свою психику, и пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова